друзья рад вас приветствовать спасибо что заглянули сегодня в новом обзоре посвященном exit lx в полноприводной комплектации мы расскажем вам об основных отличиях от переднеприводной версии проверим в деле в боевых настоящих условиях как работает полный привод ну и соответственно поделимся своими впечатлениями от поездки локацию мы выбрали сам и что ни на есть подходящую песчаный карьер нас два человека поэтому я думаю то что будет интересно желаем вам приятного просмотра и exit lx построен на платформе который уже в базе подразумевает заднюю многорычажную подвеску поэтому интеграция полноприводной трансмиссии не потребовал серьезных переделок шасси пристыковали коробки передач механизм отбора мощности протянули под полом кузова карданный вал и разместили на задней оси редуктор в едином блоке с многодисковой муфты полноприводные exit lx внешне отличается только деталями шильдиками avd оригинальными 19 дюймовыми колесными дисками красными тормозными суппортами и тонировкой задних стекол на кроссоверы обычно ставят агрегат американской корпорации borg warner однако в заводской спецификации exit lx по словам технических специалистов бренда указаны изделия не менее именитой немецкой компании zf вот мне немножко непонятно все-таки осталось какая из них установлена автомобиль но тем не менее обе компании зарекомендовали себя как вполне неплохие и соответственно в данном автомобиле используется именно это технологии многодисковые муфты которая расположена в одном блоке с редуктором согласно заявлением производителя exit смыкает межосевую муфту почти мгновенно за 0,07 секунды даже в переднеприводном варианте кроссовер на фоне оппонентов имеет сносную оффроудную подготовку достойный клиренс почти в 19 сантиметров и грамотная геометрия свесов кузова позволяют новичкам не бояться бордюров а опытным водителям успешно бороться с пересеченным рельефом если вы отправляетесь на бездорожье и хотите свести риск застревания к минимуму я рекомендую вам обратиться к меню выбора ходовых режимов пакетных калибровок у полноприводного lx аж целых шесть к традиционным эко комфорт и спорт добавили снег грунт и 4 на 4 пакет настроек 4 на 4 ощутимо увеличивает притяг межосевой муфты но не блокирует ее полностью заранее подготавливая полноприводную трансмиссию усердной работе причем ползти так можно довольно долго узел не перегревается я не думаю то что мы будем специально где-то пытаться заострять сделать автомобилю больно но просто посмотрим сначала в обычном режиме покатаемся потом подключим 4 на 4 а вот как она так режим вождения грунт неплох но на нас интересует 4 на 4 режим 4 на 4 есть и of гора мы поехали ну совсем другое дело стабилизацию отключить все и сразу жизнь стала веселее если вообще говорить о данной местности мы здесь уже не первый раз и уже были тест-драйва других автомобилей преимущественно внедорожников и я вам скажу то что в их ряду lx с полным приводом он абсолютно точно не затерялся достаточно хорошо себя проявил поэтому приятные впечатления от работа полного привода все толково переднеприводный exit lx приходит в россии исключительно с полутора литровым 147 сильным бензиновым турбомотором в паре с вариатором а вот в полноприводной версии выделили другую силовую установку надувную четверку 1.6 комбинации с 7 ступенчатым роботом фирмы get track и парой мокрых сцеплений на среднеразмерном exit txl такой же двигатель он развивает там 186 лошадиных сил однако для lx его дефорсировали до 150 а вот крутящий момент не влияющий на тариф но не менее важный для динамики показатель инженеры вырезать не стали предельные двести семьдесят пять ньютонов по-прежнему доступны с двух до четырех тысяч оборотов это уже весомое преимущество над моноприводной модификации в распоряжении которой лишь 210 ньютонов полноприводные exit lx с избытком упаковали помощниками водителя как тот даже впервые оказавшись в автомобиле вам сразу становится ясно что где как включается здесь напоминаю присутствует достаточно много ассистентов водителя мы самый необходимый это адаптивный круиз-контроль который действительно держит дистанцию набирает скорость оттормаживается контроль движения в полосе при том неплохо так достаточно считывает разметку даже где ее практически нет единственный момент как раз контроль движения в полосе вы вроде как бы обычно поворачивается до заходите в поворот на руль начинает так сопротивляться активно вибрировать хотя вроде все под контролем автомобиль вот считает то что нужно как-то иначе поворачивать продолжая тему интересных наблюдений система автохолд не работает пока вы не пристегнулись то есть но это правильно нарушаете правила дорожного движения лишаетесь одной функции вообще забавно было бы тогда то есть это по градации чем серьезнее нарушение тем больше систем отключается нарушая на сплошную пересек раз него прикольно в целом положительные эмоции от тест-драйва и от того как автомобиль ведет себя на бездорожье да естественно как он ведет себя в городских условиях вполне комфортно удобно определенно могу сказать что автомобиль заслуживает вашего внимания ну а лично протестировать автомобиль составить свое мнение вы можете записавшись на тест-драйв в эксид центр автолига на московском на этом на сегодня все спасибо за просмотр и увидимся спасибо за просмотр и увидимся